Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Древнем Египте это были агора-намосы, в Древней Греции и ера-мемосы, и от слова ера-свящины и мезос-память. Вот такие загадки я загадываю с самого начала нашей программы. Но вот история именно древнего и современного нотариата принята возводить ее к Древнему Риму. Ну, римское право, все понятно. Итак, вы, наверное, поняли, что речь пойдет сегодня в передаче о нотариате, а точнее об изменении в законе о нотариате, ну и других вопросов мы, безусловно, коснемся про нотариальную деятельность. Я с удовольствием вам представляю гостя нашей студии. Это Светлана Владимировна Шишеня, нотариус города Петропавловска. Я рада вас приветствовать, Светлана Владимировна. Ну вот я выше привела очень сложные иностранные слова, названия. А как же звучит нотариус, вернее, кто же такой нотариус, определение, говоря нашим языком? Ну, скажем так, можно сказать, что не определение нотариус, а что такое нотариат. Это правовой институт, который призван оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам, юридическим лицам посредством совершения нотариальных действий. Это вот такое короткое определение нотариуса. Хорошо. Ну, поскольку мы говорим о законе, о нотариате, об изменении в законе о нотариате, а вот коснулось ли института нотариата сейчас развития государственной программы «Цифровой Казахстан» и как осуществляется нотариальная деятельность согласно этой программе? Конечно, как всю страну в целом, ну, можно сказать, и весь мир в целом, коснулось цифровизация, этому пандемия поспособствовала. Соответственно, в закон о нотариате в этом году были внесены изменения. Они планомерно шли, в принципе, и в прошлые года, но в этом году это более быстрее эти изменения внесли. Новшества, которые в закон о нотариате у нас внесены – это создание нотариального электронного репозитория. Что это значит? Это временное хранение электронных нотариальных документов, создание электронного нотариального архива, консультирование на платной основе. Возможно, уже многие граждане заметили, что мы уже совершаем оформление доверенности с QR-кодами, прикрепление электронного образа доверенности в системе ЕНИС. С 1 июля у нас вводятся новые нотариальные действия, как удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом документу на бумажном носителе, и, соответственно, удостоверение равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе электронному документу. Совершение нотариальных действий в электронной форме – это по желанию клиента. то есть клиент подписывает с помощью своей электронно-цифровой подписи или графического планшета. Введение с 1 июля 2021 года принципа экстерриториальности при совершении нотариальных сделок. До введения данного принципа сделки с недвижимостью совершались только по месту нахождения недвижимого имущества. Совершение нотариального действия с вызовом на дом необходимо будет предоставлять справку о заболевании участника нотариального действия, который не способен ездиться в помещение нотариальной конторы. То есть, если сейчас мы не требуем, в дальнейшем мы будем требовать предоставления документа. С июня, да? С июля, с 1 июля. С момента введения института частного нотариата в Казахстане прошло уже более 23 лет. За эти годы становления и развития частного нотариата вводились различные новшества касательно определения статуса нотариуса, совершения нотариального действия и многое другое. И, безусловно, одним из главных достижений нотариата на сегодняшний момент является создание и функционирование системы Е-нотариат, электронный нотариат, позволяющий при совершении нотариального действия упростить его процесс совершения, так и проверить все установленные законодательством требования к совершению нотариального действия. В рамках развития госпрограммы «Цифровой Казахстан» действующие законы о нотариате были внесены изменения и дополнения, которые данный закон вступил в силу с 27 февраля. Я могу подробнее остановиться на вот этих всех новшествах. Подробнее мы не были, наверное, на всех новшествах останавливаться. Вот это вот слово тоже для меня такое иностранное, непонятное. Репозиторий, да? Создание электронного репозитория. Что это такое? Как будет функционировать этот электронный репозиторий? Электронный репозиторий – это компонент единой нотариальной информационной системы, которая обеспечивает хранение, учет и использование нотариальных документов в электронной форме. То есть это, скажем так, электронное хранилище, в котором будут храниться все нотариальные действия, которые совершает нотариус таким образом. То есть электронное хранилище, да? Да. Очень интересное изменение в законе – это оформление и удостоверение доверенности с QR-кодом. Что за QR-код? Как он будет размещаться? Где? Каким образом будет действовать? Он уже действует на сегодняшний момент. То есть при совершении такого нотариального действия, как удостоверение доверенности, доверенность помещается нотариусом в систему ЕНИС, где формируется QR-код. Он размещается в правом верхнем углу доверенности. По краю правому доверенности идет фамилия, имя, отчество нотариуса, лицензия и проверочный код. То есть любой гражданин, совершивший доверенность, или лицо, которому выдана доверенность, может, и также должностные лица, может проверить, действует ли эта доверенность в настоящее время, что именно выдана, то есть вообще действительно ли она. Это проверяется при помощи приложения. То есть любой гражданин может скачать в телефон мобильное приложение, сканирование QR-кодов, навести телефоном на этот QR-код, и открывается сведение, что доверенность была удостоверена таким-то нотариусом, кто ее совершил, фамилия, имя, отчество гражданина, и действует ли доверенность в настоящее время. Также можно, допустим, если у кого-то нет такого мобильного телефона или не может скачать приложение, также можно проверить при помощи сайта Республиканской нотариальной палаты. То есть нужно сойти на сайт Республиканской нотариальной палаты. Там открывается вкладка «Проверить доверенность». И также вносится как раз, то там не QR-код вносится, а там вносится проверочный код. Вносится проверочный код и выходят точно такие же данные. То есть кем совершена доверенность, каким нотариусом удостоверена, и действует ли она в настоящее время. То есть это очень удобно для граждан, это очень удобно для должностных лиц, в том числе мы приграничная область. Соответственно, мы очень много документов совершаем для зарубежья, других стран. И то есть уже нотариус, действующий за границей, для которого была составлена доверенность, может самостоятельно проверить эту доверенность на предмет ее действительности. И вот в связи с принятием этих новшеств, еще какие-то новые действия нотариальные появились? Например, можно ли доверенность, допустим, оформить в Петропавловске, а в другом городе как-то переслать эту доверенность по электронке? Это возможно уже? Еще невозможно. Еще невозможно будет. Да, это будет с 1 июля. Да, это два новых нотариальных действия. Удостоверение разнозначности электронного документа, как раз таки, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе, и наоборот, изготовленного, изготовленного, равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе, электронному документу. То есть что это значит? Гражданин приходит к нотариусу в городе, где он находится, совершает доверенность, то есть либо в бумажном варианте, затем нотариус с помощью электронной системы ЕНИС вносит этот документ и отправляет нотариусу, находящемуся в другом городе, куда необходимо предоставить эту доверенность. То есть нотариус, находящийся, допустим, в Караганде, из Петропавловска человек отправляет в Караганду, нотариус в Караганде открывает в ЕНИС эту доверенность, распечатывает ее и удостоверяет ее равнозначность документу, выданному на бумажном носителе. И наоборот, например, если гражданин пришел и хочет составить документ в электронной форме, то есть мы составляем документ, он подписывает гражданин электронно-цифровой подписью, нотариус также подписывает документ своей электронно-цифровой подписью, и документ отправляется тоже тому нотариусу, которого выбирает уже сам непосредственно доверитель, и нотариус распечатывает в городе. Такие нотариальные действия не все могут быть совершены в такой форме, только доверенности, согласия, заявления. Договора о купле-продаже, совершенной в простой письменной форме, таким образом не совершаются. Документы, удостоверяющие личность, тоже таким образом не пересылаются, то есть есть некоторые ограничения. А также документы, которые выданы государственными органами уже в электронном формате, они тоже не пересылаются, не совершаются. Ну, нотариат это у нас частный институт, мы знаем, да, он уже более 20 лет, да, как частный институт, естественно, любое нотариальное действие, но платное. Вот изменилась ли оплата за какие-то действия нотариальные именно с принятием закона? Ну, соответственно, раз введены новые нотариальные действия, то внесены были в закон о нотариате и в налоговый кодекс. Оплата за действие получается при удостоверении равнозначности электронного документа за страницу, изготовленного нотариусом, 0,1 месячного расчетного показателя. Если это на этот год, то 292 тенге за одну страницу для физических лиц и 583 тенге для юридических лиц, то есть для юрлиц это 0,2 от месячного расчетного показателя. За консультацией 1 МРП это 2,917 тенге. То же самое, ну, то есть равнозначность электронного документа бумажному и равнозначность электронного бумажному, это стоимость вот одна и та же, 0,1 для физлиц и 0,2 для юрлиц. Какие, на ваш взгляд, еще существенные изменения в законе, на которые вам лично хотелось бы обратить внимание? Может, какие-то вопросы у вас возникают по этому поводу? Ну, очень, скажем так, большое изменение это отмена экстерриториальности. То есть это, ну, очень гражданам будет удобно. То есть недвижимость в настоящее время оформляется только, сделки с недвижимостью оформляются только по месту нахождения. Сейчас можно будет сделку с недвижимостью совершить в любом населенном пункте, где есть нотариус, удобном для граждан. То есть, скажем так, если недвижимость находится в Нур-Султане, покупатель и продавец находятся в Петропавловске, то с 1 июля мы сможем совершать сделки с такой недвижимостью. То есть, находясь в Петропавловске, граждане могут совершить сделку с недвижимостью, находящуюся в другом городе, в другом районе. То есть экстерриториальность отменяется. Светлана Владимировна, ну, конечно, совершенно не чаще и не так редко обращаются к нотариусу не только по вопросам доверенности различных, но и, мы скажем, что довольно часто и распространенные эти обращения по поводу наследства. Что поделать? Все мы сверстны, как говорится, поэтому это наследство очень, скажем, такой вопрос серьезный. Поэтому несколько вопросов разрешите задать именно по этой теме. Те же вопросы, которые, наверное, возникают постоянно у граждан, которые сталкиваются с этой темой. Вот в какой срок и вообще сроки не остались ли, остались ли они прежними или тоже какие-то изменения будут в связи с принятием закона о нотариате по срокам обращения наследника к нотариусу для принятия наследства или отказа от него? Да, это очень важный вопрос. Срок принятия наследства. Изменения здесь не будет в связи с введением изменений, внесением изменений в закон о нотариате. То есть срок определяется гражданским кодексом. Статья 1072-2. Срок, в течение которого гражданин должен обратиться к нотариусу с принятием, с заявлением о принятии наследства или с заявлением об отказе от наследства, устанавливается 6 месяцев. В соответствии со статьей 1072-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан, наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Наследник также вправе отказаться от наследства в течение 6 месяцев, когда он узнал или должен был узнать о призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен судом, однако не более чем на 2 месяца. То есть если привести пример, например, умер гражданин, его наследники должны обратиться к нотариусу до истечения 6 месяцев с даты смерти. Обращаться нужно к нотариусу по последнему месту жительства гражданина. Место жительства гражданина определяется его постоянной регистрацией. То есть если, например, гражданин лечился в больнице города Петропавловска и умер в Петропавловске, был временно зарегистрирован у родственников в городе Петропавловске наследство, а постоянная регистрация у него была в другом месте, к примеру, в Акаинском районе, соответственно, наследники должны обращаться к нотариусу в Акаинском районе по месту постоянной регистрации гражданина. Точно так же, если гражданин, например, находился в командировке, либо он находился на службе в рядах военных вооруженных сил, то есть место открытия наследства определяется его постоянной регистрацией. То есть прописка, скажем так, да? Ну, да, просто в обиходе это прописка, да. Гражданам, подтвердившим о фактическом вступлении в наследство, нотариусу могут быть приняты документы и по истечении 6-месячного срока, в том случае, если наследники докажут о том, что они фактически вступили в наследство. Подтверждением фактического вступления является, что наследники производили оплату за наследуемое имущество, производили ремонт в наследуемом имуществе, то есть управляли наследственным имуществом. В том случае, когда гражданин не вступил в фактические заявления, в срок не подал в течение 6 месяцев, то в таком случае нотариус выносит постановление гражданину-наследнику об отказе в принятии заявления. И этот гражданин уже доказывает свое право на подачу заявления в судебном порядке. Право на подачу заявления именно, вот немаловажный этот вопрос. Да, то есть очень часто граждане все-таки пропускают сроки, этого не нужно делать. И, естественно, к нотариусу желательно обращаться ранее, чем... 6 месяцев. Да, 6 месяцев, то есть не совсем в конце срока. Почему? Потому что есть наследники, то есть, ну, скажем так, которые живут за границей. И для них отправить документы сюда, в Петропавловск, ну, не то, что в Петропавловск, в Казахстан, скажем так, это сопряжено с некоторыми сложностями, удаленность. Допустим, могут быть документы не в порядке. Нужно поднять в архиве документы, подтверждающие родственные отношения. В случае сегодняшней пандемии, скажем так, это тоже, наверное, сложно. Да, немаловажно. И это замедляет некоторые процессы продвижения этих документов. Да, то есть, скажем так, в некоторых странах до сих пор закрыты консульские учреждения, нотариусы закрыты в разных странах. И, соответственно, для всего этого необходимы сроки, и чтобы граждане не пропустили срок для подачи заявления нотариусу. Светлана Владимировна, хорошо, вот такой вопрос по наследникам. Мы все время говорим наследники. Кто является наследником? Там же идет по степеням, да, по-моему? Первая степень, вторая... Очередь. Да, очередь, скажем так. Существует, да, несколько очередей наследования. То есть, кто вправе подать это заявление, о котором мы с вами говорим, вот в этот срок 6 месяцев? Ну, тут сложно однозначно сказать в связи с тем, что существует несколько очередей наследования, и все зависит от того, скажем так, какие родственники призываются к наследованию. Самое, конечно, распространенное, это у нас первая очередь наследования в соответствии со статьей 1061, это супруг, родители, дети. И в том случае, если уже нет в живых детей, к наследованию призываются внуки, правнуки наследодателя. Это, конечно, самое распространенное. Но и бывает, если у граждан нет наследников в первой очереди, уже в дальнейшем к наследованию призываются наследники последующих очередей. То есть, в зависимости от того... Степени родства, да? Степени родства, да. То есть, более близкая степень родства, она, соответственно, призывается к наследованию вперед. Еще один немаловажный вопрос. Вот к какому нотариусу обращаться нужно наследникам, за оформлением, с заявлением с этим же? У нас очень много нотариусов, говорит, да? Да. И была такая существовала практика, что нотариусы были все раскиданы по заглавным буквам фамилий. Сейчас эта практика осталась? Да, в настоящее время это осталось. Что решением правления еще в 2005 году было принято решение о том, что оформление наследства производится по первой букве фамилии наследодателя. О том, куда вы относитесь по наследству, можно узнать у любого нотариуса. То есть, зайти к любому нотариусу, и нотариус скажет, куда вам необходимо обращаться, какой пакет документов собрать. Еще одна распространенная, скажем так, ситуация, это когда наследник является гражданином другой страны, но чаще это, конечно, Российская Федерация, а имущество наследуемое находится на территории Казахстана. Каковы действия этого гражданина? Тут тоже несколько нюансов существует. То есть, если наследодатель был гражданином Казахстана, наследник является иностранным гражданином, соответственно, наследник должен обращаться в Казахстан по последнему месту регистрации гражданина, и наследство оформляется по правилам Республики Казахстан. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу с заграничным паспортом. Это регламентировано законом Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность от 29 января 2013 года. Еще существует такой момент. Если, например, гражданин иностранный, но он владел недвижимым имуществом на территории Республики Казахстан, то наследство оформляется на недвижимое имущество в Республике Казахстан по правилам Республики Казахстан. Например, очень часто сейчас такие ситуации случаются, что граждане переезжают в другую страну, меняют гражданство, но здесь, на территории Республики Казахстан, остается и движимое, и недвижимое имущество. То есть у него уже есть постоянное место жительства за границей, а на территории Казахстана, к примеру, остались пенсионные накопления, машина и квартира. То в этом случае наследство должно открываться в двух странах. В той стране, где проживает наследодатель, и в стране нашей, в Республике Казахстан, где находится недвижимое имущество. Движимое имущество будет оформляться на территории страны, где наследодатель имел последнее место жительства. То есть в данном примере пенсионные накопления, автомашина, она будет оформляться на территории, где имел последнее место жительства, наследодатель. А уже недвижимость, она будет оформляться на территории Республики Казахстан. То есть наследники должны обратиться в течение шести месяцев и в Республике Казахстан, и в стране, где проживал наследодатель. То есть, ну, чаще всего, конечно, это Российская Федерация. С Российской Федерацией у нас схожие законодательные нормы в отношении наследования. Соответственно, у них тоже существует шестимесячный срок. То есть наследник должен и там шесть месяцев обратиться, и у нас шесть месяцев. В других странах другие законы. Если это дальнее зарубежье, то, соответственно, и там и сроки другие. И необходимо консультироваться, соответственно, в стране, где наследодатель имел последнее место жительства. Хорошо. А какие документы? Ну, не скажем так, пакет документов, а вот основные документы, которые должен предоставить гражданин другой страны для, скажем так, обращения вот именно по наследству. Это не только же удостоверение личности или паспорт? Конечно. То есть, получается, в первую очередь наследник должен предоставить документы, подтверждающие родственные отношения. Это свидетельство о рождении? Это свидетельство о рождении. Если гражданин менял фамилию, то документ, подтверждающий смену фамилии. Это свидетельство о браке, либо свидетельство о перемене фамилии имени-отчества. Если для граждан вот очень часто тоже мы сталкиваемся в работе с гражданами Федеративной Республики Германия. Такие граждане еще предоставляют документ, выданный ЗАГСом, тоже подтверждающий, что у них произошла смена фамилии имени-отчества. То есть оно называется не свидетельство, у них называется справка. И для разных стран существуют разные требования к документам, которые предоставляются. То есть для, скажем так, стран СНГ существует конвенция, которую мы используем в своей работе, Минская конвенция, Кишиневская конвенция, которая предусматривает, что документы мы принимаем без какой-либо легализации. То есть документы, выданные в такой стране, мы принимаем без подтверждения, то есть свидетельство о рождении, которое получили, например, в Российской Федерации. Его не нужно ничем подтверждать. Если это касается других стран, например, той же Германии, то здесь уже вступает в правоотношение Гаагская конвенция, в соответствии с которой документ, выданный на территории страны, которая входит в Гаагскую конвенцию, должен быть опостелирован, то есть проставлена постель. То есть все документы, которые изготовлены, выданы официальными органами на территории такой страны, должны быть опостелированы. Существуют также страны, которые не входят в Гаагскую конвенцию. В этом случае документы, которые должны предоставлены быть, должны быть легализованы. Ну что ж, я благодарю вас за подробные ответы на вопросы по нотариату. Я думаю, что на самом деле существуют еще и другие, очень много других тем, это и вопросы завещания, и доверенности различных, и сделок с движимым и недвижимым имуществом. Я думаю, что наши последующие встречи мы обязательно их затронем. Благодарю вас за участие еще раз. У нас в студии была Светлана Владимировна Шишеня, нотариус города Петропавловска. Телезрители, благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.